Младенцы этих 20 мам попросились на свет в преддверии самого значимого и главного государственного праздника в стране – Дня Независимости. А потому сегодня у мамочек праздник умноженный на два – 20 новорожденных и всего лишь 7 мальчиков. Это и хорошо. Есть такое суеверие, что если девочек рождается больше, чем мальчиков, страну ожидает мирная и благополучная жизнь. Мама маленького богатыря с добрым и миролюбивым именем Мирослав уверена – рождение сына накануне такого особенного дня обеспечит ему особенную судьбу. В воскресенье утром ночью почувствовала, что, наверное, что-то будет. Какой-то сюрприз. И вот случилось. Это третий. У меня две девочки старшие. Вот третий мальчик. В рамках республиканской акции «Беларусь. Храница. Наткнение» сегодня мы проводим акцию в Брестском роддоме, которая называется «Подари новорожденному вышиванку». Данная акция проходит с 26 июня по 3 июля во всех городах Республики Беларусь. Малюткам и мамочкам активисты БРСМ желали, конечно, самого главного – быть здоровыми, подчеркивая, что вышитый национальный символ на подаренной распашонке – это своеобразный оберег, который будет защищать и ребенка, и всю семью. Вышиванки с национальным колоритом и другие нужные подарки также получили малыши, которые сегодня выписывались из роддома. Приятно, что все-таки не забывают. Когда-то я еще в школе была в БРСМ, я даже это помню. Даже секретарем была. Было когда-то, да. Очень приятно, конечно, что и не забывают, и приходят, и поздравляют. Замечательная традиция. Ежегодно к нам приходит БРСМ, к нам приходят власти города, к нам приходят общественные объединения. Мы очень этому радуемся, потому что где же, как не здесь, проводить эти акции, где начинается жизнь. Женщины наши всегда очень благодарят. Они готовятся к этому. Для них тоже событие. В этом году в Брестском областном родильном доме уже появилось на свет 2218 детей. В среднем на свет появляется 15-30 детей в день. Брещино по-прежнему продолжает удерживать отличные позиции порождаемости среди других регионов страны, сохраняя высокий уровень прироста населения.